Проект ориентирован на создание и исследование различных объектов. Эти объекты, они у нас находятся, их размеры в нанометровом диапазоне, то есть это 10 минус 9 метра, то есть это очень маленькое, это в тысячи раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. Получается так, что эти нанообъекты, это могут быть изолированные частицы, либо это могут быть массивы частиц, это могут быть различные слои, многослойные системы, это могут быть частицы в оболочке, но обязательно здесь является то, что мы имеем в этой системе металл, и свойство металла является определяющим. В качестве металла выбираются такие известные металлы, как золото, серебро, медь, именно из-за того, что они проявляют плазмонные свойства. Плазмонные свойства – это возникновение колебаний электронов проводимости внутри этих металлических частиц под действием электромагнитного излучения. То есть электромагнитное излучение – это обычные световые волны, с которыми мы каждый день встречаемся, то есть видим экран монитора телевизора, либо это оптоволоконные линии связи, там, допустим, нефракрасный диапазон длин волн. То есть именно под действием данных волн у нас внутри металлов возникают вот такие колебания электронов проводимости. И вот как раз таки мы занимаемся исследованием того, как ведут себя эти колебания электронов проводимости в таких системах. Если продлевать логическую цепочку дальше, то, допустим, эти колебания электронов проводимости и электромагнитная волна, они являются связными. И фактически это представляет собой волновой процесс, волны, которые у нас в структуре каким-то образом распространяются. Комбинируя различные вот эти вот объекты, наноэлементы, мы можем построить что-то наподобие электронной цепи, то есть в которой есть источники возбуждения, то есть источники возникновения этих волн и, соответственно, пути, по которым они распространяются. То есть различные логические элементы, допустим, вентили, транзисторы, все то, что существует в обычной электронике, мы можем создать для вот этих вот волн. Эти волны называются плазмонполяретонами. И получается так, что фактически, чем хороши такие схемы на плазмонполяретонах, тем, что они будут работать гораздо быстрее, чем существующие электронные схемы. Допустим, их частоты это сотни тирогерц, то есть это на три-четыре порядка выше, чем частоты существующих электронных цепей. Магнитоплазмонные структуры, они больше нужны для сенсорики, то есть, допустим, для измерения чувствительности, то есть, для измерения изменений показателей преломления среды, то есть, допустим, жидкости либо газа, да, то есть, они нужны в качестве модуляторов для оптоволоконных линий связи. Такие структуры, как логические элементы, это уже относится к вычислительной технике, то есть, это именно вот то, о чем я говорила, это уже вот так называемая плазмонная схемотехника. Вот эти вот наноэлементы, это фактически какие-то компоненты устройств оптоэлектроники, то есть, новые оптоэлектроники, интегральные фотоники, которые могут быть использованы в телекоммуникациях, то есть, в интернете, оптоволоконных линий связи, сенсорики. Мы исследуем здесь, это спектры коэффициента пропускания и магнитооптическое вращение, то есть, это то, как магнетизм преобразует нам оптические свойства. Это все мы можем исследовать здесь, в Крымском федеральном университете. У нас есть специалисты, которые собственноручно собрали необходимые установки, то есть, у нас есть необходимое спектрофотометрическое оборудование, также у нас есть сканирующий зондовый микроскоп, который позволяет исследовать то, как свет локализуется, то есть, как локализуется этот плазмон поляритон в этой вот нашей схеме. Впервые мы выбрали этот грант в 2019 году, это грант Российского научного фонда, и он реализуется на объектах научной инфраструктуры мирового уровня. То есть, мы имеем партнера, этот партнер — это центр коллективного пользования, физика и технология микро- и наноструктур в городе Нижнем Новгороде. И фактически мы с партнером участвуем, то есть, наша часть — это создание моделей, исследование свойств структур, а их часть — это помочь нам создать такие структуры, потому что они имеют оборудование, которое позволяет создавать, допустим, такие маленькие объекты нанометровых размеров. Это оборудование электронной литографии и фотон, и оптической литографии. Мы четыре года прошли, закончили проект успешно, нам подтвердили, что он закончился, да, то есть, мы подали еще в 2023 году на продление, и в результате выиграли еще на три года, и он будет идти до конца 2025 года. Исследование является комплексное, то есть, мы, допустим, создали какую-то модель, да, то есть, какую-то модель из этих наноэлементов, нанообъектов. Затем мы согласуем эту модель с Нижним Новгородом, то есть, свое техническое задание. Они говорят нам, могут они изготовить такую модель или нет. То есть, частично структура изготовляется здесь, допустим, происходит напыление тонкого слоя, потом этот тонкий слой передается в город Нижний Новгород, и там, соответственно, с использованием литографических приставок создается структура, и затем она высылается нам, и здесь мы уже исследуем ее свойства. То есть, если говорить про то, какие этапы мы прошли, то фактически каждый год мы проходим вот такую процедуру. И с того, то, что мы создали, мы создали логические элементы, это или, не, создали вентили, полевые процессоры, которые основаны на канавках в плазмонном металлическом слое. И фактически у нас вышли по этим исследованиям публикации и даже монография. Хочется еще отметить эту сферу, то, что мы являемся единственным коллективом, который изготавливает магнитоплазмонные структуры. То есть, это комбинация свойств металлов идет и пленок ферритов-гранатов, которые давно выращивают у нас в Крымском федеральном университете. Эти пленки, они знамениты тем, что они являются магнитными, и их оптические свойства изменяются по действиям магнитных полей. Комбинируя металлы и наши диэлектрические магнитные пленки, мы можем добиваться новых результатов, каких-то новых эффектов. То есть, допустим, усиление магнитооптических эффектов, то есть это тоже является одним из результатов, которые мы получили в течение этих 4-5 лет. Мы планируем разрабатывать магнитоплазмонные структуры на основе метаповерхностей, фотоны и кристаллы с различной структурой металлического слоя, в том числе с опериодическими решетками и логические элементы. Мы только начинающие в этом направлении, несмотря на то, что прошло много лет. Это связано с тем, то, что изготовление структур достаточно сложное, оно в несколько стадий. Вы видите, то, что образцы пересылаются из Крымского федерального университета в Нижний Новгород и обратно из Нижнего Новгорода в Крымский федеральный университет, а потом тут исследуется. То есть это как бы... А второе, это то, что мы взяли очень много целей, то есть научного исследования, то есть здесь есть структуры различного назначения, то есть это и сенсоры и, соответственно, элементы плазмонной схемотехники. То есть в связи с этим каждый год мы придумываем какой-то новый элемент, и получается, что каждый год это что-то новое. Это на самом деле схемотехника будущего, потому что это фактически идет замена каких-то электронных компонентов на компоненты, которые работают на плазмонополиуретонах. И в данном случае здесь замена она удачна именно тем, что обеспечивает более быстродействие системы. То есть, как я говорила, на 3 на 4 порядка скорость передачи данных, то есть обработки данных, она увеличивается. Они даже, возможно, востребованы сейчас. Это, допустим, квантовые компьютеры, и там тоже необходимы элементы, которые сочетают в себе оптические и электронные свойства. И вот в данном случае плазмонополиуретоны, они являются чем-то уникальным, потому что могут обеспечить переход от электронной базы к оптической.